Здравствуйте друзья, в этом видео поговорим о доступности устройств, которые подключены через популярную и широко распространенную систему ZigBee 2MQTT. Она предназначена для управления ZigBee устройствами различных производителей, и без преувеличения это тысячи моделей. Для этого используется ZigBee координатор, чаще всего это USB-стик, также он может быть сетевым, видео по этой теме вы найдете в описании. Взаимодействие с системой умного дома осуществляется через MQTT-брокер, это универсальный сервер обмена сообщениями. Собственно умный дом, в нашем случае Home Assistant, непосредственно и осуществляет функцию мониторинга. В ZigBee 2MQTT имеются две опции, которые используются для мониторинга доступности устройств. В первую очередь это Availability, показывающая состояние устройства, оно может быть онлайн или оффлайн. Вторая это Last Scene, показывающая время последнего отклика. Для отображения этой опции в интерфейсе, ее нужно включить в меню настроек. Каким образом система понимает, что устройство ушло в оффлайн? Как раз по времени с момента последнего отклика. По умолчанию настройки параметра Availability установлены следующим образом. 10 минут для устройств роутеров, то есть тех, которые подключены к стационарному питанию. 1500 минут, то есть 25 часов для устройств с питанием от батареек. И это имеет смысл, так как существуют устройства, которые могут долго ничего не присылать, но при этом работать нормально. Например, пульт от икея, несмотря на отсутствие отзыва более 9 часов, он работоспособен и при нажатии отправляет команды. Таким образом, периодически отслеживая время отклика от устройств, можно определить какое из них самое медленное, и уменьшить время в настройке Availability с 25 часов, например до 12. Тем самым, более чем в 2 раза уменьшив время реагирования на сбой. А как это сделать, я рассказывал в предыдущих частях уроков про телеметрию. Однако, есть критичные устройства, для которых этот интервал хотелось бы снизить еще больше. И тут нам поможет параметр LastSin. Но для начала, нужно включить опцию передачи его в Home Assistant, так как по умолчанию она отключена. Для применения настройки понадобится перезагрузка ZigBito MQTT. После этого, в атрибутах каждого объекта, полученного из ZigBito MQTT, появится параметр LastSin, который можно использовать как метрику для мониторинга. Под критичными устройствами, я понимаю датчики протечки и задымленности. Для анализа их работы, я сделал отдельный пакетч, в котором создал контрольные сенсоры. Всего их получилось 7. 4 датчика протечки Акара, 1 датчик протечки Blitzwolf, датчик демо Xiaomi Hannibal и датчик от Tuya. Контрольные сенсоры созданы на платформе Template с принудительным обновлением по триггеру каждую минуту, иначе данные могут поступать раз в несколько часов. Статусом этого сенсора является разница между текущим временем и временем последнего отклика. Формат приведен к времени в секундах, прошедших с 1 января 1970 года, то есть разница тоже получается в виде количества секунд. В атрибуты сенсора записывается это же значение, но приведенное в более читабельный формат, дни, часы, минуты, секунды. Для примера один из сенсоров. Мы видим, что последнее обновление от него пришло почти 3 часа назад. Для анализа я вывел все значения в график. Как видим, он неоднородный, некоторые сенсоры обновляются гораздо реже других, и эта тенденция стабильна. Самым медленным оказался датчик протечки от Blitzwolf в районе 15 тысяч секунд, это более 4 часов. За ним следует датчик дыма от Tuya, более 10 тысяч секунд, около 3 часов. У датчика от Xiaomi встречаются пики в пределах 6 тысяч секунд, более полутора часов. Датчики от Acara отзывались в пределах 3 тысяч секунд, то есть менее 1 часа. Вот одна из наглядных разниц между устройствами этих экосистем. Однако в этом случае мне нужно ориентироваться на самого медленного участника тестирования, и ставить предел 15 тысяч секунд для датчиков протечки, и 11 тысяч для датчиков дыма, что все-таки лучше предела в 12 часов, выставленного в ZigBee2MQTT. Получив такие данные, несложно сделать еще пару контрольных сенсоров по образу и подобию, как я показывал в второй серии урока про телеметрию о аварийных уведомлениях. Так как его значение все равно обновляется не чаще раза в минуту, так работают объекты времени в Home Assistant, то и сам сенсор логичнее сделать с принудительным обновлением раз в минуту. Сенсор делает выборку тех объектов, у которых есть параметр Last Seen, так как могут быть и другие интеграции, которые его не передают. В этом шаблоне я выбираю объекты домена бинарных сенсоров с классом устройства DIMM. И после проведенного ранее анализа, опытным путем мы определили, что для датчиков дыма интервалов последнего отклика менее 11 тысяч секунд. И для выборки берется имя объекта подходящего под заданные параметры и разница в секундах между текущим временем и временем последнего отклика. Аналогично для второго сенсора, только класс устройства датчики протечки и время отклика 15 тысяч секунд, ориентируясь на датчик от Blitzwolf. Если бы были только Акара, можно было бы ставить 3600 1 час. Как и в прошлых уроках про телеметрию, в состоянии этого сенсора будет выводиться количество элементов, которые соответствуют выборке. А в атрибуты их перечень и время с момента последнего отклика. Формат вывода я доработал так, чтобы он был не в виде количества секунд, а в более удобо считаемом. Дни, часы, минуты и секунды. Пример вывода в редакторе шаблонов. Для теста я уменьшил контрольное время до 1000 секунд, и сюда попало сразу 4 датчика. В состоянии сенсора будет цифра 4, в атрибутах название и время с момента последнего отклика в удобном формате. Осталось делать автоматизацию, и тут я тоже не стал изобретать ничего нового, воспользовавшись конструкциями, которые я применял в своих предыдущих кейсах телеметрии. Триггером служит значение контрольного сенсора больше чем 0. В этой автоматизации для дыма, в второй все аналогично, но только для воды. Специальных условий тут нет. В моем случае стандартный переключатель режима работы автоматизации. Как это работает, я рассказывал в видео про взаимодействие серверов автоматизации. И, если значение сенсора стало более нуля, в телеграм приходит уведомление о том, что от датчиков дыма или воды, слишком долго нет отклика. Что касается дальнейших действий, то тут надо проверить работоспособность датчика, нажав на нем кнопку сопряжения. Должно прийти обновление, в противном случае, скорее всего, села батарейка. Вот так выглядит сообщение от бота. Для проверки я уменьшил контрольное время отклика до 1000 секунд, поэтому сюда попало оба датчика. Итак, наблюдая за временем отклика от устройств, можно уменьшить стандартный интерваловой лобилити, до время отзыва от наиболее медленного участника сети. Скорее всего, что он будет отзываться чаще, чем раз в 25 часов. Далее, для критичных групп сенсоров, не изменяя параметры, можно сделать отдельные, контрольные автоматизации, что поднимет степень уверенности в корректной работе системы и отсутствии сюрпризов. Кстати, на практическом примере мы увидели разницу между, казалось бы, одинаковыми датчиками протечки от Акара и Блицвульф. Текстовую версию кода вы найдете в описании под видео. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите новое видео, посвященное умному дому, поддержите мой канал, ставь его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!